александр филин родился 25 июня 1996 года в симферополе первые шаги футболе делал в местность дюшор спартак на черном таком гаревом поле 6 лет до привел ну скажем так сам я себя привел я захотел у меня брат старший занимался и ну получается я пришел все сразу дали когда повязку форму и поехали прямо с детского возраста там 7 номер дали круто было и все так так и понеслось 15-летнем возрасте филин получил приглашение в академию донецкого шахтера где прошел все юношеские команды получил хороший жизненный опыт и окончательно сформировался как футболист раз зимой я поехал на просмотр буквально там на неделю потренировался поехал домой все учился в школе мне в школе был набрали приглашаем тебя приезжают понравился но всех устроило меня естественно родители но родители не сильно конечно отпускать никто не хотел но я с радостью поехал потому что это это лучшая академия была украине и по условиям проживания ну там просто космос ясну в россии только на краснодар может сравнить у краснодар более современная база немного очень полей там природа может не такая а там донецк там просто еще природа там озеро было ну пруд пруд база основы база дубля академии как бы ну все на одной территории там проезжают футболисты там основы там смотришь можно было ходить тоже там на тренировки смотреть то есть классно было все лучшее время наверное футбольное выпуск филина один из самых успешных в истории академии шахтера ведь многие воспитанники нашли себя в большом футболе а ряд фамилий уже известен и на мировом уровне вот по юношам четыре года играли все четыре чемпионов но 4 4 взяли то есть никто так вам еще не брал в украине ну там если по именам и назову фамилии то просто зенченко сборной украины коваленко сборной украины матвиенко сборной украины еще человека 3 в основе шахтера то есть ну скажем так 10 играет на хорошем уровне при в премьер-лигах там украины кто-то еще но венгрии кто-то играет в турции 100 в начале 2015 года свободным агентом филин получил предложение от футбольного клуба уфа и перебрался в россии чуть позже александр сменит украинское футбольное гражданство на российское и перестанет считаться в нашем чемпионате легионером мне сказали искать команду попросил свободного агента уехал в крым но с россией был вариант попробовать себя уже перебрался ну как бы воспользовался положением скажем так крымским паспортом у правильное решение я считаю 3 декабря 2015 года защитник впервые сыграл в элитном дивизионе нашего футбола выйдя в стартовом составе в санкт-петербурге во встрече против зенита космос дает что-то нереальное как просто по трибунке стоял я со своей зарплатой 50 тысяч стояли такие звезд ну там зюбы ну зюба шатов лично я там против шатова играл он там смещался не знаешь что делать но эмоции просто была ческая усталости вообще никакой не было сумяка мышцу свело там на 60 минуте ничего не болело я не чувствовал что он даже болит но как-то свело и все в уфе филин играл и жил бок о бок с александром зинченко с которым его связывают давние дружеские отношения он вообще уникальный человек даже не футболист уникальный человек я таких все в своей жизни не встречал ему не нужен отдых если отдых то это активный просто смена не футбол допустим а теннис настольный теннис большой там ну что такое там велики велики ролики все но не отдых нет такого что вперед и будет там валяться пару дней вот два выходных допустим это не для того чтобы лежать за несколько сезонов столицы башкортостана филин успел поработать с такими тренерами как перевертайло гончаренко и симак однако регулярную игровую практику в силу разных причин получить не сумел первый год я пришел команда боролась за выживание молодого ставить ну и я тоже да понимаю что очень очень рискованно и непонятно зачем второй год там уже гончаренко был там уже другой уровень футболист то же самое опять-таки и дну риск всем нужен был результат таких командах поэтому никто не хотел рисковать тем более позиция центральный защитник ну самая ответственная скажем так поэтому очень тяжело было пробиться не было варианта с фнл пойти в аренду даже только во вторую лигу предлагали во вторую лигу не хотелось ехать бы ну а свободным агентом скажем так проще устроиться попросил свободного агента и вот появился вариант с нижним новгородом летом 2017 года филин подписал контракт с нижегородским олимпийцем дебютировал фнл 6 сентября в матче против спартака 2 а свой первый гол в россии забил 12 мая 2018 года в курске ворота авангарда нижний новгород город в котором тамбову совсем скоро предстоит играть домашние матчи филину понравился и оставила себе только теплые и приятные воспоминания жил на базе там на стадионе локомотив жил тренировался в город так выезжал там даже на травматчике ездил смотрел там полностью садился и по кругам отелял смотрел было интересно классный город классный сезон 2018-19 годов филин начал химках подписав контракт с местной одноименной командой где и выступал до перехода в тамбов два сезона у подмосковной команды получились полярными по результату если в первом химки боролись больше за выживание то в текущем по-прежнему остаются одним из претендентов на повышение в классе я первый год был в олимпийце боролись за выживание второй год в химках скажем так в серединке были третий год но планировал выйти с химками в премьер-лигу все хотелось все условия были созданы футболисты подобрану хотелось но увы как говорится аренда в тамбов у на была оформлена в последний день зимнего трансферного окна игрок признается что за нашей командой в первой части сезона следил смотрел несколько матчей а с некоторыми ребятами и вовсе знаком лично поэтому проблем с адаптацией не испытал мгновенно влился в новый для себя коллектив ну я следил с шелью знаю с ним месте в уфе играла на килина тоже застал ну следил однозначно перемены к в клубе но с приходом нового тренера ну точнее с отставкой григоря она естественно следил подъем вот этот плане игр по набор очков очень дружный коллектив ну такого не было чтобы я прям приехала сразу на первый раз может я как бы уже это ну все равно со всеми на поле пересекались из командах пару человек а так дружный коллектив все ребята простые основная позиция филина центральный защитник к тому же александр левша однако игрок может закрыть несколько позиций в случае необходимости эти навыки ему привились еще со времен донецкой академии да сейчас вообще футбол такой что нужно подстраиваться везде поэтому все должны быть разносторонне развиты все понимать на кой позиции действует допустим если я левша я должен и слева в защите уметь играть в академика мы тренировались нас и ставили допустим я и слева в защите играл центрального защитника и мог в опорной зоне сыграть то есть три позиции закрывал весенний отрезок александр ставит понятные но от того не менее простые задачи закрепиться в составе и помочь команде сохранить прописку в российской премьер-лиги в первую очередь выполнить задачи клуба сохраниться в премьер-лиги у закрепиться скажем так для себя естественно играть прогрессировать приносить пользу команде финальные слова в нашем сюжете самого александра в излишних комментариях не нуждаются футбол и болельщики единое целое остается надеяться что наша команда и родные болельщики уже совсем скоро снова станут неразлучны какая бы ни была ситуация и на поле в жизни команда должна быть всегда с болельщиками и болельщики с командой потом приходите на футбол поддерживайте смотрите по телевизору только с болельщиками можно добиваться результат